Привет, друзья! Вот я тут сижу, зачитался про Эриксона в Википедии. Ну, это потрясающий человек, психотерапевт мирового уровня, который ознакомил вообще весь Запад с наилучшими техниками введения в транс с помощью рассказов. Ну, вы посмотрите там вот рассказов человека, в которых человек как бы, минуя его я, он не говорил «не веди себя так» или «веди себя так», потому что как только человек касается своего я, тоже у него рефлексы самозащиты, бессознательные механизмы включаются. Он там особым образом это всё производил, говорил с людьми таким образом, что они, слушая эти рассказы, там они бессознательно с собой ассоциировали, и у них происходили трансформации. На самом деле, оказывается, как говорил Эриксон, психотерапия, когда используют такие подходы, такой язык, который вводят в транс, то у человека даже может происходить вот эти вот улучшения состояния, что было доказано многократно научно. На основе Эриксона были построены техники НЛП, там построили методу НЛП, распространяли её по миру, нейролингвистическое программирование. Ну, Эриксон был гениальный человек, что тут говорить. Почему я люблю Эрусину? Ну, он тоже самое, как и я, свои недуги использовал для того, чтобы, боря с ними, создавать свои методики. Ну, я говорил уже как-то на ролике, что мастер и его метод. Метод – это продолжение самого автора. Поэтому те люди, которые борясь со своими недугами, пытаясь себя совершенствовать, создавали методики, вот им можно доверять, а не тем, которые просто прочитали, переписали и транслируют, понимаете? А люди действительно авторы. Вот Эриксон – величайший автор. Ну, у Эриксона есть ещё как бы гипнозе у него на ведение транса, там приём такой, левитация руки, левитация руки. Ну, чем я отличаюсь в данном случае? Ну, я же живу уже в этом веке, в это время. Поэтому я изучил, изучил, как это сделать без гипноза, чтобы человек сам мог у себя с помощью этой левитации вызывать у себя это состояние без гипнотизёра, без посторонней помощи. Я тогда придумал вот это вот, что представь, что руки расходятся, если не расходятся, представь, что они сходятся, если не сходятся, представь, что поднимаются, если не поднимаются, представь, что идёт сюда или сюда, принцип отбора путём перебора. Я ещё тогда придумал с ними зажатость перед этим каким-то образом и придумал сихрогимнастику. Ну, короче говоря, и принцип подбора путём перебора, и подобрать то действие, которое быстрее всего автоматизируется. Ну, что это такое? Представил себе, что рука пошла, и твоё желание тоже сопровождается автоматизацией. Рука пошла, соединяется, как говорится, дух и материя, напряжение падает, и ты выходишь на состояние, когда уже сам себе можешь представлять себе, что хочешь, и тоже у тебя начинает получаться. Ну, ключ. Так вот, здесь вот интересно, что я недавно разговаривал с человеком, который говорит, я представлял себе, что рука идёт, искал образ, как вы советуете, и у меня ничего не получалось. Ну, да, а вот когда я стал искать ощущение, что она у меня идёт, у меня она пошла. То есть, когда я стал хотеть этого. Вот, 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 обратите внимание. Когда я хочу, чтобы рука пошла, и убираю все препятствия к этому, это совершенно другая стратегия. Когда я хочу, чтобы она пошла, и ищу образ, чтобы она пошла, я сосредотачиваюсь на этом, убираю все препятствия. А препятствие какое может быть? Ну, одно из первых препятствий, я неправильно думаю, я думаю, пойдёт рука или не пойдёт рука, но это же сам себе мешает. Убираю эти препятствия. И поэтому, когда я хочу, чтобы она пошла, то я и начинаю подбирать творческий тот образ, который мне помогает. Да, и она в какой-то момент, а почему? А потому что глубокое сосредотачение происходит на этом. Когда вы ищете, чтобы она пошла, то есть это ваше желание, вы хотите, чтобы она пошла, а не просто себе эксперимент делать, идёте или нет. Вот в чём была ошибка. И вот когда вы хотите, ищите это ощущение, хоть на руке, хоть на пальце, хоть на голове, чтобы голова пошла. Вот когда вы себе начинаете искать это ощущение, чтобы она пошла, что происходит? Происходит глубокое сосредотачение на себе, отвлечение от всех посторонних сигналов. А когда человек так глубоко погружается в себя, отвлекаясь от всего, так у него же и возникает вот это состояние. Вот же оно в чём дело. А тут он ещё мне говорит такую интересную вещь. У меня, говорит, руки сюда пошли в разные стороны, а потом, говорит, я захотел, чтобы пошли в обратную сторону, а они не идут. Почему? Да потому что, когда ты сосредоточился, быстро или медленно, но она пошла, у тебя формируется доминанта. Да, потому что доминанта это что такое? Это вектор внутримозговых отношений. Да, есть свои признаки. Читайте о доминанте. Вот руки пошли, потому что глубоко погрузился в это состояние, а доминанты имеют инерцию. А назад не идут. Ну правильно, ну поэтому ты возьми немножко, улыбнись, сделай вдох-выдох, отпусти руки, и они пойдут назад. То есть переключи доминанту. И таким образом ты научаешься сосредотачиваться, ты научаешься одновременно с этим расслабляться, одновременно с этим подбирая эти действия, которые у тебя пойдут или которые не пойдут, отбрасывая то, что не получается, ты развиваешь творческую поисковую активность мозга, и научаешься таким образом управлять своим состоянием, уже потом в других ситуациях, в другое время, без всяких приемов. Захотел и получил то, что хотел. Это очень интересно. Вот почему я люблю Эриксона. Да, еще чем я отличаюсь от Эриксона? Ну да, он в конце своей жизни ходить уже не мог. А я могу пока ходить. Пока могу по квартире ходить. Ну, в принципе, и он сидел, и я сижу, потому что я после травмы, а он после полиэмилита там. Ну, короче говоря, друзья мои, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok